Но есть еще одно природное достояние, которое делает Ливию важнейшей стратегической страной всего того региона. Это вода. Да-да, вода. Вот статья на BBC перед вами. Цитата. «Количество воды в мире ограничено. Ни человек, ни другие живые существа, населяющие планету Земля, не могут рассчитывать на то, что живительная влага будет всегда. Всего 2,5% мировых запасов влаги – это пресная вода. При этом две трети этих процентов – это лед, то есть воды на Земле лишь 0,8% от всей влаги. Из последней трети 20% находятся в очень труднодоступных районах. Человеку доступно менее 0,08% воды, имеющейся на Земле, то есть в 10 раз меньше, чем имеется в наличии. И при этом в ближайшие два десятилетия, как считают ученые, потребление воды нашей цивилизации возрастет на 40%. Конец цитаты. По другой статистике, лишь 8% воды используется человеком в домашнем хозяйстве. Вся остальная идет в сельское хозяйство и промышленность. Имеется в двум масштабе планеты. Вот эта карта перед вами – карта использования воды по странам. Здесь Россия и Беларусь в первых строчках. Вот перед вами цветная диаграмма, имеющаяся на земном шаре воды. Вот сообщается еще. Генеральная ассамблея ООН объявила десятилетия с 2005 по 2015 годы интернациональной декадой под названием «Вода для жизни». Экшн – «Water for Life». За воду, уважаемые зрители, всегда шли войны, как сейчас за нефть, газ, золото. В ближайшие 25 лет запасы пресной воды в мире сократятся в два раза. А вот перед вами подробная статья, где сообщается. Вот сами видите, приватизация воды. Транснациональные корпорации чрезвычайно активны в приватизации воды. В соответствии с мировыми данными, 545 миллионов человек на планете или 9% населения мира уже получают воду из дозиметров частных провайдеров и по рыночным ценам. Конец цитаты. Я думаю, в целом, уважаемые зрители, вам ситуация с водой на планете теперь понятна. И вот что произошло конкретно в Ливии в вопросе с водой. Ливия была одна из беднейших стран в плане воды. Но произошло чудо. И 1 сентября 2010 года отмечалась годовщина открытия главного участка Великой Ливийской искусственной реки. Вот перед вами карта этой искусственной Великой реки. Об этом, кстати, мировые западные СМИ практически не писали ни слова. И этот проект Ливии превосходит по финансам крупнейшие строительные проекты. Стоимость проекта 25 миллиардов долларов. И западные СМИ, и западные стратеги подчеркнуто отказались признать, что Ливия с населением всего лишь в 4 миллиона человек смогла осуществить такой гигантский проект, не взяв в долгу Запада буквально ни одного цента. Ни одного цента. Но откуда взялась эта река, спрашивается? Так вот, чудо состояло в том, что в 1960-х годах в Ливии, в пустыне, на большой глубине было обнаружено 4 гигантских подземных водных резервуара, то есть 4 озера под землей. Вот схема такого озера. Кстати, озера называются Куфра, Сирт, Марзук и Хамада. Первые три озера содержат 35 тысяч кубических километров воды. И вот тогда правительство Каддафи приняло решение отдать всю эту воду народу, ливийскому народу. Проект был грандиозный, по типу нашего Днепрогресса или БАМа. И вот в октябре 1983 года было создано управление проектом. Планировалось доставить воду через пустыню с юга страны, где находятся эти подземные озера, в северную индустриальную часть Ливии. И в 1996 году первая артезианская вода пришла в дома жителей Триполи. Тогда, выступая на открытии первой воды, Каддафи сказал, «Это есть наш ответ Соединенным Штатам, которые обвиняют нас в том, что мы, дескать, ничем не занимаемся, кроме как терроризмом». Конец цитаты. Ну а, как известно, США всегда обвиняют других в том, чем интенсивно занимаются сами. Это их, как говорится, фирменная фишка. Из-за своих масштабов проект назвали «восьмым чудом света». Сейчас в день, вы только вдумайтесь, он обеспечивает 5 миллионов кубических метров воды через пустыню, резко увеличивая площадь орошаемых земель. Глубоко в землю, подальше от жары, проложено 4000 километров термостойких труб. Все для проекта было произведено только в самой Ливии, принципиально только в самой Ливии. Абсолютно ничего не закупалось за рубежом. Соединенные Штаты днем и ночью отслеживали, буквально отслеживали, чтобы никто не посмел помогать Ливии в этом проекте. СССР не мог помочь, так как это был конец 80-х, начало 90-х, и Советский Союз уже сам разваливался. И вот сейчас подземная вода качается по 270 шахтам, спасти километры глубины. Знаете, какая при этом себестоимость воды? Один кубометр воды 35 центов. В то время как Запад продает арабским странам обессоленную воду по 3 доллара 75 центов за кубометр. По оценкам ученых, запасы воды в этих четырех озерах эквивалентны объемам воды, которая протечет в реке Нил на протяжении следующих 200 лет. Это расчет ученых. Каддафи поставил задачу перед правительством сделать Ливию источником сельскохозяйственного изобилия. И вот этот проект уже давно функционирует. И Каддафи, выступая на церемонии открытия очередного участка искусственной водной реки 1 сентября 2010 года, сказал, я цитирую, «После этого достижения ливийского народа угроза США против Ливии удвоится. США все будут делать под ложным предлогом, но реальной причиной будет, как всегда, желание держать народ Ливии угнетенным и в колониальном положении». Конец цитаты. Для сравнения, в соседнем Египте последние 20 лет все проекты по улучшению орошения и водоснабжению были абсолютно блокированы международными банками и Госдепом США. Но это еще не все. Каддафи не остановился и пошел дальше. Он официально, публично призвал египетских христиан из Египта, которых 55 миллионов человек, и все они живут в перенаселенном регионе на берегах Нила. Так вот, он их всех призвал приходить в Ливию, брать в Ливии землю и работать на полях Ливии. И если раньше 95% земли Ливии были пустыней, то искусственная река отдала крестьянам принципиально новые возможности. И этот собственный водный проект Ливии был сильнейшей пощечиной, именно пощечиной всему Западу. Когда-то Советский Союз давал легко такие пощечины Западу, чтобы не расслаблялись там. Это и полет Гагарина, это и собственное атомное оружие, это и Никита Сергеевич со своим ботинком на трибуне. Много чего было. Теперь, конечно, времена изменились. Соединенным Штатам выгодна нехватка воды на планете. Это увеличивает прибыль от ее продажи. И, как пишут умные люди на самом Западе, Вашингтон и Лондон практически хватил апопрексический удар, когда они узнали об открытии проекта в Ливии. Лондонская Financial Times тогда обрушилась на проект. Писала, типа, это все пустой пропагандистский трюк Каддафи. А то, что народ получил в воду практически по бросовой цене за счет государства, обо всем было полное молчание. И вот теперь, я надеюсь, вы еще глубже понимаете, что реально стоит за всеми последними событиями в Ливии. И что там реально лежит на чаше весов. Продолжение следует...